Друзья, чуете моторчик? Шумит, шумит. Это вентилятор, потому что без вентилятора никуда. Пропеллер, как у Карлсона. Жарко, душно. Ну, лето на то оно есть и лето. Друзья, сегодня в АТБ привезли, как это сказать, канцелярию. Ну, точнее сказать, школьный рынок начался в АТБ и настолько я знаю, я обошел много магазинов в АТБ, самые такие оптимальные цены на сегодняшний день на канцелярию. То есть очень много продукции для наших первоклашек. Еще буквально какой-то месяц и первоклашки пойдут в первый класс, конечно же, только чтобы было все мирно и спокойно в нашей Украине. Для них это очень огромный праздник. Я знаю по себе, вспоминаю свой первый раз в первый класс, и поэтому не хочется, чтобы этот праздник у них отобрали. Я был в АТБ, снял видео, посмотрите, пожалуйста. И я думаю, мамочки, родители обязательно что-нибудь купят. Потому что, знаете, вот старшие классы уже как-то на этой, как это сказать, на удаленке или как, уроки идут по интернету, да, по веб-камере. А вот первоклашки должны иметь, все равно должны пойти в школу, друзья, все равно должны пойти в школу. Я помню свой первый раз, друзья, я вот не знаю, мне было 7 лет, я в 7 лет пошел в школу. Это было круто. Первые школьные годы, это вообще было очень-очень интересно. Но я вспоминаю свои серые тетрадки, вспоминаю сегодня свои серые тетрадки, свой серый пластилин, хотя на то время он казался цветной, но сегодняшним это земля и небо. Ручки, пеналы, все какое-то такое, знаете, все в черно-серых-коричневых тонах. На сегодняшний день разнообразие, разнообилие тетрадок, какие красивые тетради, какие красивые обложки. Поэтому еще раз скажу, что все равно этот праздник у малышей должен состояться. Первая учительница, букеты, красивые ранцы, портфели. Все это должно быть обязательно. Я думаю, что это будет. Конечно же будет и должно быть. Очень любил историю, очень любил биологию, очень любил... Я уже даже забыл, какие у нас были предметы. Друзья, не любил вообще, не любил математику, физику, химию. Вот это для меня было вообще... А все остальное я очень любил. Я даже, знаете что, на уроке рисования просил одноклассницу, чтобы она мне рисовала... Чтобы она мне рисовала в альбоме какую-то тему, да. Приходил учитель, давал нам какую-то тему, мы рисовали и разрисовывали. Вот. И она быстренько, очень хорошо девочка рисовала. Она за пять минут нарисовала, накидала какую-то зимнюю тему. Я помню, сугробы, елки, дети на санках катаются. И я сидел все это разукрашивала. Но на сегодняшний день я тоже не умею. Тоже не умею. Я все равно не умею рисовать. Хоть я и вырос не умею рисовать, но зато посмотрите, какие красивые картины у меня получаются. Это благодаря вот этим картинам по номерам я рисую. Разрисовываю разукрашки. В школе, конечно, молоко пить мы не любили. Туалеты были ужасные. Ребята, туалеты были ужасные. Хоть бы какие-то перегородки были. Это кошмар. Это ужас. В столовку, конечно, мы ходили кушать, потому что были голодные. Физкультуру тоже любили. И первая учительница, конечно же, запомнится навсегда. Пишите комментарии, оставляйте. Какие ваши были любимые самые предметы? Что вы имели? Я помню фломастеры эти СССРовские. А у нас девочка, откуда-то ей мама привезла огромную упаковку фломастеров. Как я хотел. Я просил у мамы, говорю, я плакал. Говорю, мам, я хочу такие фломастеры. Откуда я тебе возьму сынок? Такие фломастеры тоже пишите. Какие-то свои запоминающие истории из школьного времени. Это будет очень интересно. Почитать не только меня, а всем, кто зайдет на канал. Все, не буду больше отвлекаться. Поэтому видео из АТБ. Школьный ярмарок. Всем самый добрящий день, друзья. АТБ. И в АТБ привезли школьные принадлежности. Целая куча... Аж он светится, гляньте. Светится фонарик. Целая куча, хотел сказать, аксессуаров, канцелярий. Сейчас хочу открыть, показать вам этот пластилин. 18 цветов, 85 гривен. Сегодня будет все-все для школьников. Поэтому посмотрим по ценах, где дешевле школьные принадлежности. Я думаю, что точно здесь самые дешевые будут. Хорошо, поддавимся тут. Очень красивые, насыщенные цвета, друзья. Очень хороший пластилин. Хорошая расцветка. И, ну, да, много цветов. Дальше смотрим. Так, дальше я нашел вот такую гуашь. Малята, 12 тоже цветов и цвета. Смотрите, какие красивые. Стойкая, цветная, гуашь. Такие баночки идут. Сейчас скажу цену вам, друзья, если найду этот аппарат, который считывает цену, потому что нету цены. 59. Так, гуашь 59 стоит, друзья. И еще тут нашел еще какой-то пластилин. 84.90. Только вам не покажу, друзья, потому что он запечатанный весь. Вот так он смотрится в разных упаковках. Так, для самых маленьких, кто первый класс пойдет, учимся и играем. Карты 59.90. Тоже в ассортименте. Разные-разные. И буквы, и считалки. Транспорт. Тоже все в ассортименте. Даже есть зверята. Книжки серии я учусь писать и разговаривать. Учусь писать. Математикам. Логика, память и внимание. Так, книжки по 47 гривен. Так, разные обложки для книг. Комплект обложек идут от 30 до 45 гривен. То есть для разных классов. В зависимости, сколько штук в упаковке. Обложек для первых-четвертых классов, для пятых-седьмых классов и для восьмых и девятых классов обложки. Набор закладок для книг. А сколько тут в наборе? Пять штук разных тематических закладок. Раз, все разные. Украина. Природа. Гляньте, какие милахи котята. С табличкой умножения. Так, вот такие вот наклейки. Набор наклеек, стикеров. Вот такой вот набор стикеров по 20 гривен. Четыре набора упаковки. Разные-разные. То есть тоже в ассортименте. Так, здесь у нас еще какие-то штучки. А это книжки для девчонок. Одевалки. Пони. Можно одеть пони своего. И можно одеть куклу. Так, цветная бумага. 59,90. 32,60. Картун. 44,50. Тоже в ассортименте. Так, тут у нас динозавры. Есть книжка с динозаврами. Тоже узнаем мир. Книжка про динозавров. Книжка про собак. Очень хорошая, интересная иллюстрация. Стрелецка сброя. Спортивные автомобили. Так, и... Ой, ребята, а вот это микросвит очень интересный тоже. Очень странички качественные. Книжка стоит 69,90. 70 гривен. Так, дневники по 22,90. Тоже в ассортименте. Альбомы для рисования. 24 страницы по 24 гривны. Так, много тетрадей. Разных-разных, друзья. На тетрадках останавливаться не будем. Вы можете зайти и выбрать разные тетради, какие вам нужно. И клеточка, и линейка, и толстые, и тонкие, уже с полями. пеналы школьные. Есть и для мальчиков, и для девочек. На молнии. Тоже в ассортименте. Разные. Киси. Гляньте, сейчас еще покажу. Мальчишки любят динозавров. Любят динозавров. Гляньте, какие инопланетяне. Так, ну что-то я смотрю для парней выбор огромный, да? Вот, еще для девчонок. И сейчас я вам скажу цену, сколько стоят эти пеналы. Обалденные сумки для обуви. Ну, с собой носить, да? Гляньте, какие классные. И для девчонок, и для мальчишек. Класс. Вот, с динозаврами. Стандартные, да? Как всегда. Были только рисунки новые. Да, повторяются уже, да? Да. Это уже все идут. Вот это что, горошек покажу. Классный вот этот. Вот эти самые классные. Так что, идите и выбирайте пока ассортимент. Стоит эти 75 гривен. 75 гривен стоят эти сумки. Обалденные. Вот такая вот огромная пачка карандашей цветных. Еще набор в середине точилка. 12 штук 57 гривен. Чуть меньше, на 12 штук. Карандаши цветные по 25 гривен. Карандаши обычные. 4 штуки в упаковке 12,50. Ручки. Набор акварельных красок по 69,90. 70 гривен. И немножко меньше набор акварельных красок 38, 12 цветов. набор теста для лепки 50 гривен. Набор файлов 40 гривен 50 штук в упаковке. Обложки для тетрадок 10 штук в упаковке. Друзья, еще 27 гривен. Нет, не 27. А, 17,90. 18 гривен. 18 гривен набор обложек. Блокноты. Кстати, вот эти вот гламурные для девчат. Классные, на резинке. 78 гривен. Все, друзья, буду заканчивать. Буду заканчивать видео. Обалденные. Все такое цветное и хорошее. Всем хороших покупок. Мира всем и здоровья. Всем пока. Пока.